всем привет друзья вы на канале sky top games и сегодня у нас игрушка под названием take on mars дотронься до марса или дотянись рукой до марса собственно на канале некоторые прохождения даже стримы этой игрушки были и по некоторым комментариям которые я недавно читал народ писал sky давай-ка еще раз приземлись на марс чего-нибудь там покажи либо может быть ты уже начнешь дальше проходить сюжетку этой игры которая в принципе здесь встроена для тех кто не смотрел я бы посоветовал ознакомиться с плейлистом игры про космос там есть некоторые прохождения я в принципе такой думаю ну блин конечно можно было бы продолжить сюжетку но конечно можно было бы продолжить многие знают и проходили эту игру многие не знают но я думаю если зайдет в принципе мы сможем продолжить даже ту сюжетку но а сегодня я хотел бы вам показать может быть знаете что я даже придумал начать новую сюжетку прохождения если она опять же вам зайдет короче много лишних слов и мало движений давайте сразу расскажу что это за игрушка take on mars это собственно песочница изучение планеты марс построен сюжет знаете на каком фильме марсианин для тех кто смотрел для тех кто не смотрел обязательно к просмотру игрушка начала свой старт аж в 2013 году был хороший захват онлайн но достаточно быстро она померла да не знаю с чем это связано здесь есть мультиплеер мультиплеере можно играть короче говоря сегодня у нас снова снова короче снова мы сегодня возвращаемся на марс все ничего не знаю у меня установлены некоторые моды достаточно интересные и он сценарий сегодня будет таков короче он некоторые некоторые команды астронавтов в каком-нибудь 2035 50 году делают экспедицию на марс но что-то пошло не так и мы терпим кораблекрушение кстати да есть космическая программа там есть две сюжетных линия за выжившего и за короче развития развития изучения планеты марс все как начиналось начиная с 1900 какого-то лохматого года на постройка в различных шаттлов и изучение планет да вот ну в общем короче сегодня у нас такой вот интересный сценарий который кстати построен отредактирован в мультиплеере и можно играть одиночку игрушка полностью на русском языке вообще она как бы на английском но я скачал кое-какой русификатор короче погнали ну что же добро пожаловать на марс только что совсем недавно наша станция на орбите марса была разрушена непонятным то ли астероидом то ли метеоритом и посмотрите на каком спасательном челноке мы спускаемся спускаемся мы примерно на равнине цейдония местность обладает достаточно большими горными хребтами вершинами я надеюсь я надеюсь на какую-то будущую спасательную миссию вообще сигнал сос был подан заранее так что я надеюсь что какие-то поставки к нам будут направлены с планеты земля не знаю в сколько периода временного это займет итак 13 сентября 2032 год мы пока спускаемся по моему все мы на марс мы на марс красная планета черт возьми да сразу оговорюсь у меня добавлены некоторые интересные моды так ну что же это не тот шаттл где обычно мы выходим у нас есть различные костюмы и блин прочая лабуда где мы можем отдыхать сажать картошку нет вот такой маленький небольшой спасательный челнок не знаю тесно конечно тесно очень тесно две кровати больше ничего нету достаточно ветрено так плоскогория кедония 25 градусов по цельсию у нас сейчас здесь кислород запасы кислорода интересно сколько запасов кислорода мне не видно но я думаю что на несколько суток ладно давайте выходить на поверхность марса я надеюсь я надеюсь что тот сигнал сос который мы подали на планете земля был услышан намного раньше так сейчас будем выходить на поверхность так снимаем давление давление в нашем шлюзе переходе капсулы и поверхностью марса внимание поверхность марса о о о это первые какие-то поставки первые поставки да 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 как же они далеко как же они далеко упали это где-то между востоком и югом невероятно посмотрите как красив деймос а может быть это и фобос это спутник это спутник марс блин как же далеко это произошло черт возьми я вообще не пойму где я нахожусь на какой-то непонятной равнине вокруг вообще абсолютно ничего нету но если идти в ту точку куда у нас только что упали какие-то припасы это будет очень долго я надеюсь что сигнал все таки был услышан в плане того что на орбите оставался запасной космический корабль где был 3d принтер то есть не сам ним самый маленький 3d принтер кто знает серию этой игры а недавно разработанный принтер 3d принтер x ну давайте я не знаю сколько у меня у меня кислорода достаточно мало в скафандре на 24 минуты и бегать бегать не очень хочется что у нас есть у нас есть минимум запасов воды какие-то витамин мультивитамины доза рассчитана на сколько пять капсул пять капсул 50 капсул ну где-то примерно на 10 дней рассчитаны то есть ну это раз от различных излучений и всего прочего я очень надеюсь что еще какие-то поставки сейчас должны прийти к нам и желательно чтобы они упали в центре где я спустился на капсуле вон за той равнины за той равнины упали поставки что-то достаточно здесь ветрено блин ну зачем меня угораздило опуститься на этой равнине вы слышите как дует ветер марса да невероятно ну что идти туда в неизвестность блин так энергия скафандра почти полная надо почаще оглядываться в небо если я увижу где-то еще спуск капсул я непременно пойду туда блин у меня к сожалению нету бинокля так бы хотя бы рассчитать расстояние карта есть карта есть но она блин вообще абсолютно пока бесполезна мне а интересно остатки нашего корабля рухнули я пока не вижу 22 минуты кислорода блин ну как здесь быть как здесь выжить я слышу поставки я слышу еще поставки где они стойте 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 опять слишком далеко и опять же в той же местности 2 к еще две капсулы еще две капсулы да скорее всего это запасного корабля это капсулы запасного корабля приземлились ну давайте маленько пробежимся хватит ли мне кислорода я не знаю гравитация понижена поэтому мы будем бежать чуть ниже чем на земле чуть медленнее даже простите если вы захотите чтобы я снял продолжение прохождения сюжетки этой игры плюс в комментарии короче ставьте так юго-восток юго-восток что-то они по-моему немножко не рассчитали может быть может быть датчик просто сломан маячок спасательный сигнал маячок установлены на капсуле и поставки немножко ушли не в то место где может быть кстати разбился наш основной корабль куда упали все части может быть там на маячок включен там и все поставки именно идут туда спускаются блин у меня 20 минут на запасы кислорода если там нету того принтера принтера 3d x я не смогу скрафтить себе блин какой-нибудь дополнительный баллон с кислородом то я все я не жилец я труп если его там нету это будет очень обидно я готов потратить процентов 50 сейчас кислорода чтобы добежать за эти равнины за эти холмы и найти эти поставки так коммуникатор антенна работает антенна работает комс 5 есть шкала показывает 5 процентов сигнала одиночная миссия в принципе тоже достаточно сложная как ни крути но с русификатором в этой игре в принципе играть возможно даже легче намного хотя бы объясняет некоторые аспекты этой игры да может кому-то она может показаться скучной но как по мне такое выживание выживатор да в стиле блин марса другой планеты колонизации я не знаю и кстати говоря с помощью этих дополнительных модов дополнительных модов можно строить базу можно строить корабль с помощью которого естественно нам придется возвращаться на планету земля так юго-восток база у нас на севере хорошо что блин компас есть на шлеме шлем не поврежден если бы шлем был поврежден это было бы намного сложнее выживать половину датчиков просто бы к чертовой матери они бы перестали работать на 15 минут кислорода да если играть с этими модами я вижу капсулу я вижу нашу спасательную капсулу если играть с этими модами намного нас становится интереснее ого еще поставки твою мать ну почему они все летят именно на какое блин они огромное расстояние 4 просто 4 еще бочки с поставками на западе на западе на равнине на западе черт возьми но я бы даже пожелал чтобы капсула блин была перемещена куда-нибудь вот на то место да видимо это второй маячок наверное на западе установленный на нашей базе на нашей станции рухнул еще и на запад кусок короче говоря весело кислород 14 минут на 14 минут блин ох как далеко так подождите так челнок на севере на запад бежать но мне кажется бессмысленно мы пойдем на юго-восток ладно короче сейчас добежим и включимся так еще поставки еще поставки и так же по моему падение совершают на юго-восток ну в принципе в принципе мы почти рядом так конечно за такой короткий промежуток времени в течение наверное где-то минут 30 произошло разрушение основного корабля основной станции вокруг орбиты марса и из земли такие поставки точно не могли дойти скорее всего на это с дополнительной станции это было приготовлено специально на случай того если вдруг произойдет какая-нибудь чрезвычайная ситуация самое главное я говорю сейчас найти там этот принтер специально подготовленный принтер x нам не нужно сразу находить какие-то компоненты собирать грунт почву соединять это через специальное оборудование и создавать некоторые материалы железо там пластик знаете если сейчас мы его найдем мы сразу скрафтим себе блин наш ровер еще поставки интересно сколько же там на запасной космической станции было различных компонентов на непредвиденную ситуацию невероятно но это настолько раскидывает по местности что мама не горюй да симулятор достаточно тяжелый занимает очень много времени на перемещение по поверхности ну что же давайте посмотрим что в первой поставке блин здесь только по моему как раз вот это вот оборудование для крафта различных материалов так бочки с материалами я так понимаю они вообще пустые там ничего нет отчасти если они упали на западе у меня 11 минут запас кислорода я не знаю в принципе за пять минут туда можно попасть добежать так на запад быстрее открываем погодка на марсе портится отчасти о твою мать тут вообще пустая блин канистра посмотрите там вообще ничего нету зачем они поместили блин спасательную станцию пустую капсулу зачем для чего это надо было я что-то не понимаю по моему вон там у нас запчасти корабля валяются ладно если что я смогу даже переночевать сейчас хотя нет утро я могу поп тент спасательный взять скрафтить так но у нас остается контейнер вон там самый близкий я не знаю есть ли смысл бежать до тех контейнеров еще еще капсулы да вон еще капсула падает вообще по протоколу я помню 3d принтер должен спуститься сразу с первой поставкой с первой поставкой в этом самом в нашем космическом корабле во втором то есть на предвиденной ситуации 8 минут не знаю даже протяну или нет я не знаю честно мне ничего не остается делать как сейчас только бегать 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 искать эти поставки гребаные надо бы конечно по хорошему разрушить маячок он на той части корабля видимо все из-за него поэтому поставки падают именно в эти места так здесь что у нас смотрим у нас здесь это колбы с различными материалами как я понимаю это вода кислород все для того чтобы заряжать ровер и прочее блин не поп-тента ничего нету вторые поставки либо те чекать я не знаю но погнали короче ко вторым поставкам на 8 минут а если мне повезет значит мне повезет если нет значит человечество больше после такой катастрофы которая произошла со мной сейчас она никогда больше не вступит на другую планету рисковать жизнями землян это чревато другая планета такая как марс она закроет вход навсегда для человека сюда я конечно могу вернуться в спасательную капсулу а вот это вот мне повезло возможно я конечно могу вернуться в спасательную капсулу но блин смысл мне от нее там нету ни кислорода ни бочек ничего я там могу только провести некоторое время и все больше ничего не могу сделать так опять у нас компоненты различные различные детали как их много здесь я уверен я уверен где-то где-то что-то должно быть ого там пульс 120 о да мать черт возьми мне повезло мать его мне повезло вот он то есть он был с четвертой поставкой он был с четвертой поставкой так я прям здесь сейчас его установлю и мне блин мне срочно нужен короче блин стойте так кислородный баллон срочно надо мне он нужен 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 черт я не помню где он находится модули нисколько здесь всего много мы можем построить в будущем такую блин базу что ой 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 так это машины это все не то ресурсы коммуникации электричество станции свет принтеры нет так векл кстати мы можем сразу соорудить себе какой-нибудь большой автомобиль чтоб передвигаться да где же она черт возьми блин тут катастрофически много всего я даже на другие поставки сейчас не буду смотреть если они начнут спускаться хотя скорее всего это была последняя поставка и нам очень повезло платформы двери нет да где же она контейнер ну где же эти контейнеры вот они черт возьми сдаем да 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 есть 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 мы живем заряжаем скафандр о 10 минут кислорода 10 минут кислорода мы живем на 15 минут на 15 минут у нас есть еще кислород я бы хотел еще бы скрафтить один баллон блин стой 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 мне жизненно необходим кислород есть черт возьми есть все мы живем мы живем поставок мне кажется больше уже наверное не будет а так модули машины а если смысл крафтить маленькую машину может быть большую может быть вот этот вот мобильную даже лабораторию ну давайте наверное ровер давайте наверное ровер ждем ждем изготовления ждем самое главное мы живы мы живы все автомобиль скрафчен ну что как долго то ох ты ж бог ты ж пока я ждал блин этого гребаного крафта черт у нас солнечная вспышка солнечная вспышка я настолько сейчас могу облучиться что вы просто не представляете себе помидеты её будучи я могу и погибну я могу и погибнуть У нас ещё до сих пор идёт крафт автомобиля В принципе, если посидеть в этом контейнере Здесь не настолько прям она сильная Но радиация повсюду Радиация повсюду Осталось перетерпеть полторы минуты Я не знаю, насколько я облучён Честно, я не знаю Сейчас у нас есть вот такой датчик Ох, посмотрите, как мы просто, блин, радиацию хапаем Мы облучаемся Мы очень сильно облучаемся Я не знаю, сколько это взивертов Но, короче, очень плохо Очень плохо Короче, никогда не летайте на Марс Никогда Блин, это Габелла, конечно Ну что там У нас даже не произошло крафта Это, по-моему, смерть Это смерть Да, наконец-то Да, наконец-то Вот сейчас Ну, наконец-то Самые последние секунды Самые последние секунды, блин Солнечные вспышки, блин Это самая просто сильная Мать её радиация Я даже не знаю Что сейчас со мной творится И что будет после этого Но, видимо, не очень всё хорошо Видимо, не очень всё хорошо И сколько мы хапанули Один зиверт Мне кажется, это очень много Температура тела 37 градусов О, чёрт возьми Так Я, знаете, что ещё хочу сделать? Сразу ещё заправлю себе Наверное Кислородом Скафандр Хватит Пока хватит Да У меня Да Я, короче, облучился У меня облучение У меня облучение Так Блин, а можно взять Этот 3D принтер? Блин, у нас и Короче Кар наш ещё Не заправлен Вот так мы сейчас сделаем Короче Мы вот так Кладём этот объект Садимся в наш автомобиль Возьмём И отправимся на север И отправимся на север Едем чисто на батарее ровера Поближе к нашей спасательной капсуле Едем с 3D принтером Хорошо, что здесь гравитация настолько низкая Что мы такие предметы, как Блин, какие-то Супер крутые большие принтеры Либо ещё что-то Бочки, ворота Весом 50-100 килограмм Можем просто спокойно поднимать воздух Держать их Одной рукой Блин, это классно В принципе, в принципе, у нас есть куча всего Куча всего, что нам надо Смысл возвращаться Ну, есть Есть, я думаю Если что Если что Мы вернёмся во всяком случае сюда Если нам нужны будут какие-то дополнительные запасы Инструменты и прочее Нет, 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 нет Держи, держи Да что б тебя, твою мать Что случилось Стоять Тихо, 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 тихо Аккуратно, аккуратно Ну, это прям Чисто везение Ну, и чисто, да И не везение Но нам повезло Да, я, конечно, блин И здоровьем рисканул Очень сильно рискнул здоровьем Так, челнок на севере Долго придётся ехать, однако Блин, может быть, конечно Стоило заправить автомобиль Тут нужен-то всего метан И кислород, по-моему Она будет ехать Две бочки По бокам Я даже не могу ускориться И если не хватит батареи Это вообще катастроф Блин, вы не поверите, короче Мы доехали прямо на последнем проценте Заряда нашего ровера Посмотрите, всё, короче Мы встали, да Но я доехал Я доехал до спасательного челнока Блин, фух Опять же, крупно повезло, короче Здесь неподалёку Свалилась какая-то часть Нашего корабля Я так и не понял Да, космической станции И последняя поставка Здесь была Потому что здесь тоже На этой части Установлен маячок Так Короче, тащим наш большой Сверхновый 3D принтер К нашей капсуле Бегом, бегом Быстрее, быстрее, быстрее Ну, в принципе Если что, самое необходимое Я смогу себе скрафтить Я не знаю, можно ли Крафтить мне еду Кое-какие запасы у меня есть Вроде бы тут еда И вода есть Можно посмотреть Так, мы можем, кстати Да, если что Супер скафандр Сверхновый скафандр Который был разработан Нашими учёными Сделать Так И мы протянем Кислород Кислород, ну Кислород на 20 минут Я не знаю Насколько хватит Этого 3D принтера Тоже Не факт Что его хватит Надолго Самое главное Очистить его панели Почаще от песка От марсианского песка Да Тут, скорее всего Всё связано Так Станция гидропоники Её бы, конечно Разместить, блин В какой-нибудь большой комнате Где мы можем выращивать Картофель 3D Мы можем ещё сделать Один Креативный 3D принтер Вау Ладно Хорошо Мне это очень нравится Но здесь нету Ни воды Ни еды Что мы можем сделать Угу Гидропоника Нам надо, короче Будет строить Станцию сразу Огромную станцию Для выживания Чёрт возьми Так и знал Так Здесь есть Фурнитура Это всё не то Может быть здесь построить Какую-нибудь большую антенну Передатчик Почему бы нет Здесь есть бинокль Кислород Так, понятно Надо бы поставить Наверное Какую-нибудь большую станцию Антенну Передающую Чтобы Был сигнал Намного дальше Если мы Куда-нибудь Уедем Вдруг потеряемся С этой Местности Большая антенна Она же где-то тут была Только что я её видел Чёрт мы теряем Очень много времени Посмотрите Сколько здесь модулей Просто невероятно Так, бочки С какими-то ресурсами Я не вижу Маячка Вот Вот эта станция Вот она Коммуникационная станция Давай построим её Будет ли она Как-то Сразу связана Нашим модулем А чёрт его знает Нужно Требуется Электричество Ну понятно Долго идёт Соединение Блин Ровер Так неподалёку В принципе Встал Чуть-чуть Не хватило же Чуть-чуть Не хватило Доехать Так Передающая антенна Передающая антенна В принципе Я бы Наверное Добежал бы Сейчас бы До модуля Взял бы там Бочку с кислородом А может Давайте посмотрим Может у нас Ровер подзарядился Я не знаю Честно Да Ровер Абсолютно Абсолютно Разряжен Чёрт возьми Блин Придётся Короче Вон до тех Поставок Бежать Бежать До тех Поставок И тащить Кислород Я надеюсь Что он там есть Если его там нету Это будет Очень хреново Очень хреново Ещё надо следить Блин За предупреждением О солнечной вспышке Мне кажется Следующую вспышку Я просто не переживу Я не смогу пережить её Я настолько сильно Получу Блин Высокую дозу радиации Что Габелла мне будет Блин Нужен кислород Нужен кислород Всего лишь кислород Конечно По факту Я в принципе Могу скрафтить Ещё Один ровер Почему бы нет Или большую Даже передвижную станцию Но Опять же Блин Мне нужны все эти Грёбаные бочки Бочки с кислородом И всё прочее Наверное Надо будет Придётся Строить один ровер Ставить рядом С капсулой Спасательный Какой-нибудь ящик Перевести С одной поставки Туда Кислород Метан Воду Всё что у нас есть В принципе По идее И мы можем выживать Почему бы нет У нас хотя бы Хотя бы Какие-то ресурсы Для модуля Для ровера Будут Чтобы передвигаться Нет Здесь этот Грёбаный Ещё один принтер Ну ладно С запасом дали Молодцы Молодцы По факту Они по-моему Даже не знали Что В основном Да В самом новом 3D принтере Можно Блин Создать Сам 3D принтер Так А вроде бы Вроде бы Не Подожди Стойте Стойте А если Давай задумаемся Давай Марк Вот не думай Блин Если Можно создать Баллон с кислородом Для заправки Нашего Костюма Скафандра По факту Можно создать Создать И бочку Бочку с кислородом Для заправки Почему бы Нет Давай посмотрим Конечно По моему По моему Только пустая бочка Только пустая бочка И больше ничего Я не помню Из чего Создавать воду Блин Я не помню Не помню Так Давайте создадим Солнечную Панель Солнечную панель Я хочу все-таки Подключить Эту станцию По-быстрому Так Ставим ее здесь И нам Нужны еще Провода Нам нужны Провода Создаем их Все Готово Отлично Ставим Здесь Снимаем Один провод Он должен Работать Он должен Работать Я не помню Подключение Нет Зеленый Красному Красный К зеленому Стой 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 Тихо Провода Начинают Психовать Так Есть Подключено Это нам Больше Катушка Пока Не нужна Подпитываем Подпитываем Передающую Станцию Может быть Кстати С земли Услышат Наш Сигнал СОС Если он Сейчас будет Передаваться Вообще Эти станции Имеют Некоторую Функцию На передаче Данного Сигнала Она Работает Она Работает Подпитка Есть Отлично Есть Да У нас Сигнал Увеличен Блин Две минуты До солнечной Вспышки Две минуты До солнечной Вспышки Я хочу Сделать Все таки Наверное Универсальный Так сказать Скафандр Скафандр Под названием Европа Это очень Усовершенствованный Скафандр Также Он защищает От сильных Доз Радиации Вы не поверите Это было Запланировано На последующие Миссии На Спутники Европы На спутники Европы Простите Планеты Юпитер Так Закрываем Мне нужно Зайти Мне нужно Зайти В наш Фух Модуль И переодеться В него Здесь запасы Очень огромные И он Намного лучше Кстати Можно принять Витамины Вроде бы Есть Пить Я пока Не хочу Так Главное Не повредить Его Главное Его не повредить Черт возьми Снимаем Все Мы живы Можно его Куда-нибудь Сюда положить Чтобы нам Не мешался Вот так Пускай Здесь лежит Мне нужно Витамины Пять капсул Наверное Даже Десять капсул И что У нас Интересно По Облучению По-моему По-моему Ничего Не снизилось Я думаю Что хуже Это наверное Не станет Я принял Пятнадцать капсул Калории 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 Вода Нормальна Еда Нормальна Я не хочу Я не голоден И не хочу Пить Так Костюм Сверхновый Костюм Это его Шлем Подождите Ну а почему 59 минут Блин Твою мать Эта капсула Меня отчасти Совсем Можно сказать Не защищает Скафандр Меня Совсем По-моему Не защищает Блин От вспышки Вот здесь Это просто Невероятно Хотя Вроде бы Какой-то Есть прогресс Да Не так сильно Может быть Сверх Тяжелый Надо было Делать Я сейчас Даже боюсь Представить Что со мной Будет Происходить Да Увеличение Конечно Облучение Есть Но оно Не такое Критичное Как до этого Не такое Критичное А если выйти Если выйти Блин На поверхность Можно Наверное Создать Еще Какой-нибудь Сверх Тяжелый Видимо Это был Не самый Лучший Вариант Не самый Лучший Вариант Так Ждем Разгерметизацию Нет Но более-менее Он В принципе Меня Защищает Это Нравится Мне Так Где это было Ресурсы Нет Это Не то Да Не так Не так Сильно Кстати Это Мне нравится Отчасти Солнечная Вспышка Уже Заканчивается А Вот Подождите Тяжелый Шлем Средний Это у нас же Легкий Шлем Тяжелый Тяжелый Шлем Вот Что нам Нужно Было Шлем Европа Вот Вот этого И не хватало Я понял Я то думал Что сразу Полностью Мы сделаем Костюм Сверх Защищенный Но нет Его нужно Положить Очень аккуратно Чтобы не Разбить В принципе Сейчас мы Разгерметизируем Здесь Мы создадим Все нормальные Условия И переоденемся В этот Шлем Совсем Немного Мы Хапанули Радиации Ладно Нормально Нормально Живем Так Старый Костюм Наверное Можно Пока Повесить Сюда Так Подождите Инвентарь Нет 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 Ладно Пускай Короче Пока Тут Лежит Вот Этот Шлем Мы Оденем Вот Это Намного Лучше Конечно Вот Что Нам Было Вот Что Нам Нужно Было Ого Здесь Совсем Другие Показатели Датчики Как Мне Это Нравится Запас 55 Минут Вообще Прекрасно Так Со Стороны Вы Посмотреть На Себя Я Прекрасен Все Хорошо Со Мной Так Ну-ка 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 Выходим На Поверхность Обратно На Поверхность Блин Да Скажу Так Это Первое Выживание Такое Не Самое Не Самое Легкое Это Самое Тяжелое Выживание Которое Было У меня В Тейкон Марс Как же Еще Далеко Придется Зайти Я Даже Не Не Знаю Боюсь Себе Представить Так Бинокль Мне Не Нужен Машины Модуля Веиклс В принципе А у Нас Смотрите У нас Есть Интересная Такая Фиговина На Спинный Ранец С помощью Которого Мы можем Летать По Поверхности Но Я Боюсь Не Справиться С Его Управлением У меня Были Некоторые Косяки Когда Меня Готовили К этому Полету Полету На Марс Я Не Мог С Ним Справиться Так Погрузчик Так Это много По факту Что Надо Сделать Много По факту Какой-то Модуль Что это Такое Лаборатория Ну-ка Давайте Попробуем Создать Что это Нам Даст Кстати Может Быть Мы Там Какие-то Материалы Сразу Скрафтим Так Лаборатория Мобильная Какая-то Лаборатория И Что А Нет Это Скорее Всего Какой-то Ящик Это Наверное Для Помещения Туда Блин Различных Находок Ископаемых И прочего Каких-то Материалов Так Машины Это Все Опять Модули Так Ну ладно Давайте Короче Сделаем Так Сейчас Мы Разместим Пару Таких Световых Модулей Чтобы Осветить Если что Если мы будем Работать Ночью Если будем Работать Ночью Осветить Место Нашей Посадки Спасательного Шлюза Если мы будем Передвигаться На большие Расстояния Пускай у нас Будет Хоть какая-то Подсветка Хотя мы И увидим Маячок Так Отлично Все-таки Придется Наверное Ездить К тем Модулем Да И забирать Баллоны С кислородом Разместим Здесь И теперь Нам нужны Провода Мы можем Подпитаться От одной Солнечной Батареи Нет Не можем Подождите Нам кое-что Надо Станции Электричества Вот Нам нужен Вот Такой Вот Типа Типа Ретранслятор Да Или это Даже Какой-то Разветвитель Наверное Да Электрический Разветвитель Я бы Построил По-хорошему Еще одну Солнечную Батарею Ну Конечно Большую Было бы Лучше Так Солнечная Батарея Блин 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 Пускай Она будет Рядом Пускай Она будет Рядом Ну Теперь Гол За проводами Черт Ну Почему Поставки Так Блин Упали Далеко Это же Вообще Очень 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 Печально Так Снимаем Провода Солнечная Солнечная Батарея Ага Я понял 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 Стой 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 Так Берем Второй Провод Икс Солнечный Нет 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 Наверное Разветвитель Наверное Разветвитель Есть Так Еще провод Еще один провод Теперь подключаем мы его сюда и подключаем к солнечной батарее у нас будет свет Логично Марк да ты умничка Уотсон Есть Прекрасно У нас есть свет Да Мы хоть что-то издалека Даже если что И увидим Увидим в темноте наш модуль Я бы переместил бы его немножко Чуть ближе Чуть ближе Вот сюда Стой 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 Не так быстро Но так Есть И нам нужно подключить еще провод Солнечная батарея Так По моему пришло какое-то предупреждение Как мне показалось Блин Гребаная катушка Да иди-то прочь отсюда Ты мне уже надоел Вот все Лежи здесь Так Берем второй провод Чтобы все не запуталось Так Нам нужно подключить к этому модулю А у нас хватит провода По идее Провода очень длинные Есть Все У нас есть свет Если что Мы заблудимся Вдруг Лего будет отказ какой-то На нашем гермошлеме Мы не увидим Сигнал Из-за плохой погоды Мы увидим свет Мы увидим свет В этой стороне Это очень классно Это меня уже радует Так Солнечные батареи Не запылены Можно было бы Конечно Еще бы одну солнечную панель Впендерить У нас есть последний кусок провода Давайте Давайте так и сделаем Мы возьмем еще одну солнечную батарею Поставим здесь же И переподключим через коммуникатор Чем больше электричества Тем лучше В принципе Наш Супер Новейший 3D принтер Он не нуждается Абсолютно В электричестве Абсолютно Не нуждается Так Эта катушка пустая Она мне больше не нужна Это мусор Это мусор Мы начинаем Захламлять Захламлять Блин Бегом 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 Быстрей А если что В дальнейшем Мы все сможем Переподключить Как нужно Посмотрим Что по электричеству Ох Нифига У нас выдача 604 А на раздачу 200 Нормально Фух Такс Ладно Я думаю Что наверное На этом Наше первое выживание Если вы захотите Мы его продолжим Первое выживание Вот такая Катастрофа Случилась Да Это случилось С нами Марк Вот не Снова На планете Марс В дальнейшем Нам нужно будет Строить базу И как-то здесь Вообще Выживать Хорошо Я говорю Есть Супер Новейший 3D принтер Мы Живы Было Трудно Пальц Верх Подписка На канал Если хотите Будет Дальнейшее Прохождение Выживания